Водопад В Приморском океанариуме очередная смерть. По неизвестной причине умер Скат Орляк. Перед гибелью животное было неадекватным, говорят сотрудники. По мнению ветеринаров, Скат мог умереть из-за инсульта. Пропал ребенок. Такие сообщения от оперативных служб появляются каждую неделю. К поискам детей, кроме спецслужб, подключают всех неравнодушных. Друзей, родственников, волонтеров, соседей, активистов. Однако такие поиски успешными оказываются редко. Моя дочь пропала 28 февраля 2014 года. Возвращалась она домой со школы, хотя в это время были каникулы, но она посещала дополнительные занятия, кружок ПДД, правила дорожного движения. Возвращалась она домой с подругой. Это был день, около 1 часов, поэтому не возникло у нас такой опасности, какое-то предчувствие, что может что-то произойти с ребенком. Провели репетицию перед выступлением, она пошла домой. Дома свекровь, мы живем вместе, забеспокоилась. Через некоторое время ребенок не вернулся. Тогда мы начали обзванивать знакомых, девочке звонить, маме, с которой она шла. И вот с этого времени о Ксении мы ничего не знаем. У меня пропал сын Бахтин Дмитрий, 8 ноября 2016 года. Вот в этом доме мы живем, вышли оттуда вместе. Я пошла на почту, он пошел туда, в МРЦ, в ИТУКА. И с того времени его не открыли. Ждем, надеемся. Каждый четвертый пропавший в стране несовершеннолетний. Дети бегут не только из приютов и лагерей, но даже из собственных семей. Во Владивостоке за полгода пропало 177 детей. К счастью, всех их нашли. Из неблагополучных семей дети уходят от того неблагополучия, от пьющих родителей, конфликтов в семье. И среди детей благополучных семей основная причина – подростковый возраст, гиперопека родителей этих детей. Бывают стрессовые ситуации, когда родители слишком перегружают ребенка обучением, кружками, занятостью. В современном мире у многих детей слишком мало самостоятельности. Они могут потеряться даже в собственном районе. Просто потому, что от подъезда их возят на машине. Вот что советует психиатр. Мы даем в своих рекомендациях, вы потратите какой-то период времени и проедете со своим ребенком на общественном транспорте. По самым длинным маршрутам рассказывая ему, что вы видите. И в ситуациях, когда он где-то вдруг заплутает, он вам сможет какие-то ориентиры уже назвать, где он. Из истории волонтерских отрядов. Шестилетний мальчик пропал во время прогулки с бабушкой. Она отвернулась на мгновение. Его нашли через трое суток в больнице. Ребенка сбила машина, а увезла скорая. Малыш, к счастью, жив. Происходит такое и во Владивостоке. Таких деток пропадает, наверное, одна треть. Ну, может быть, даже чуть меньше. Как правило, по недосмотру. Либо родители злоупотребляют спиртными напитками, ребенок предоставлен сам себе. Есть факты, конечно, когда буквально мама отвернулась в силу занятости, и ребенок зашел за угол и потерялся. То есть такая вот случайность, да, наверное, какие-то минуты. Потому что детки, ну, это детки. Как только ребенок начинает говорить, сразу научите его знать. Своё имя, имя папы и мамы, домашний адрес. Такие дети находятся гораздо быстрее. Во Владивостоке из пропавших детей насилию по статистике подвергается не больше двух. Но и эти цифры не радуют. В основном детки либо уходят сами, если это взрослые дети, которым от 14 до 17 лет. Либо маленькие детки, ну, такое количество тоже небольшое маленьких детей в возрасте 3-5 лет, когда они потерялись. Все детки находятся в течение суток максимум двое. Если эти дети не были найдены в течение суток, мы подключаем уже и волонтеров. Что делать ребенку, если он потерялся? Остановиться и оставаться там, где его потеряли. Оглянуться и принять тревожную позу. Сесть на пол или обхватить себя руками. Закричать. Не стесняться громко позвать маму или папу. Они могут услышать. Обратиться к людям в форме. Просить помощи у взрослого с ребенком. Ни в коем случае не уходить с незнакомыми людьми. Психологи констатируют, четверо из пяти детей могут легко уйти с незнакомым человеком. Полиция предупреждает. Учите детей не подходить к незнакомцам, не вступать с ними в разговоры и ничего у них не брать. Сусликов таких маленьких. Там их очень много, вот столько. Пойдемте их кормить. Пойдемте? Давайте, пойдемте. Берите меня за ручку. Пойдем. Аккуратно слазь. Все, пойдем. Пойдем. Давай, остановлюсь. Куда, туда? Есть такая категория детей, которых специалисты называют бегунками. Во Владивостоке их 19. 9 живут в семьях, 10 – детдомовцы. Этим детям все равно, куда бежать. Это патология, которой должны заниматься специалисты-психиатры. Мы говорим о том, что есть группа бегущая по психологическим причинам. И тогда это должна быть детско-родительская терапия и выяснение причин конфликта, скрытого или явного между ребенком и родителем. Но может быть и органическая причина, то есть дети, у которых есть те или иные нарушения волевых функций, а это уже относится к сфере, как мы говорим, терапии, да, то есть это нельзя убедить, это надо уже лечить. То эта группа детей, она будет импульсно убегать, когда у них возникает желание, когда они обижены, когда им скучно, им нужна потребность движения, да, они тоже будут реализовывать вот эти свои потребности в том, что они уходят из дома. Как правило, дети, которые убегают или уходят, у них мало осведомленности о своей ответственности, да, о переживаниях родителей по этому поводу. Психологи убеждены, ребенок должен знать о переживаниях родителей в случае его потери. Ему надо говорить, я испугался или испугалась, потому что я тебя люблю. А малыша просто нельзя выпускать из поля зрения. Я мама Федора Деркачак, который родился 14 декабря 1998 года, и он ушел из дома 20 октября 2014 года. Это был уже конец четверти, и накануне вечером я как бы посмотрела оценки в электронном дневнике. У него было очень много двоек. Ну, и вечером по этому поскандалили, по этому поводу поругались, запретили ему интернет. Ну, тогда еще мама у нас жила, она в 2 часа ночи спускалась, дверь в его комнату была закрыта, то есть он был дома. А в 4 часа, когда проснулся муж, была дверь в его комнату открыта, вещи разбросаны, то есть, ну, как будто он собирался. А больше никаких информации нет. 25 мая – Международный день пропавших детей. Во Владивостоке статистика радует. 99 из 100 детей находят в кратчайшие сроки. Но, к сожалению, остается этот один. Дима, сынок, если ты видишь или слышишь меня, возвращайся домой, мы тебя очень любим и ждем. Первое правило. Если ребенок пропал, сразу обращайтесь в полицию. Подключайте к поискам друзей, знакомых, средства массовой информации. Правило трех суток давно не действует. И берегите своих детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова